Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, сегодня продолжился допрос свидетеля оперативного сотрудника ФСБ Артыкбаева. Как стало уже традицией в рамках этого допроса, большинство ответов, значит, свидетеля звучали как «не помню», «не владею информацией» и данная информация хранится в материалах дела. Ничего нового, к сожалению, мы не услышали. Со стороной защиты сегодня заявлялось ряд ходатайств, в том числе ходатайства по оглашению протоколов опроса, на которые, собственно, и ссылался этот оперативный сотрудник. Однако суд дважды отклонил удовлетворение такого ходатайства. Кроме всего прочего, следует отметить, что в ходе сегодняшнего допроса выявились противоречия. Так, в своих показаниях оперативный сотрудник везде указывает, что организация Хизбут-Тахрир, запрещенная в России, является международной террористической организацией. Наряду с этим, на вопрос одного из защитников о том, получал ли оперативный сотрудник информацию от каких-то международных организаций о том, что является ли организация Хизбут-Тахрир террористической, соответственно, международной террористической, на данный вопрос был получен отрицательный ответ. Таким образом, защита приходит к выводу, что такая организация Хизбут-Тахрир признана террористической исключительно на территории Российской Федерации. И данное уголовное дело, оно показывает, что преследование людей по подозрению в участии в этой организации является преступлением, по сути, которое имеет яркий политический окрас. Кроме всего прочего, сегодня был заявлен, дважды был заявлен отвод сначала председательствующему судье, а следом и всему составу суда удовлетворение данных отводов также было отказано. Все подзащитные наши соотечественники выглядят достаточно бодро, они очень обрадовались такому количеству людей, которые, несмотря на дальнюю дорогу и прохладные погодные условия, приехали поддержать их, оказать им свою поддержку и, по сути, проявить свою солидарность. Ребята также надеются, что в ближайшее время произойдут изменения и все люди, которые преследуются по политически мотивированным делам, все-таки освободятся и справедливость восторжествует. Продолжая статистику, начатую моим коллегой, я хотела бы добавить, что сегодня было заявлено порядка полусотни возражений в судебном заседании стороной защиты. Сегодня два адвоката получили замечания со стороны председательствующего суда, абсолютно необоснованные замечания. Мой подзащитный Мустафаев также получил два замечания, причем одно предупреждение было получено им уже после объявления перерыва. И все сегодняшнее заседание сводилось к тому, чтобы притушить ту правду, которую мы пытаемся показать людям, пришедшим на суд. Более того, журналисты, которые сегодня прибыли в суд, не имели возможности проводить видеофиксацию ни в судебном заседании, ни вне судебного заседания. И не было никакого обоснованного запрета для этого. Также хочу сказать, что несмотря на то, что все ребята держатся бодро, в следственном изоляторе им не оказывается медицинская помощь. На протяжении долгого времени Зекирьяев мучается воспаленными лимфоузлами, адекватной медицинской помощи получить не может. И он не придумал ничего лучше, чем лечить свое заболевание голодовкой. Он продолжал в следственном изоляторе 7 дней голодовки, в результате чего опухоль немножко сошла. Но, тем не менее, требуется медицинская консультация и медицинское лечение. Я считаю, что те пыточные условия, которые создаются при проведении данных процессов и при содержании в следственном изоляторе, они должны привлекать внимание не только крымско-татарского народа, но и всей мировой общественности. Продолжение следует...